Приветствую! Сегодня в День Конституции Украины президент Украины Владимир Зеленский подал законопроект о определении статуса английского языка в Украине. И, конечно, у нас уже в Телеграм-канале сегодня с утра были ожесточенные споры по поводу того, что это зрада, либо это перемога, либо это что-то другое. Безусловно, как мне кажется, что все-таки это и незрада, и непаремога, и это что-то другое. Что же это другое? Нужно понимать, что в мире идут глобальные процессы, и одним из этих процессов является такая, ну, скажем так, борьба культур. Ну, я так вижу, да, вот назовем это борьба культур. И есть экспансия западной культуры в другие страны. И, собственно говоря, вот этот законопроект, это один из элементов вот такой экспансии. При этом, когда я говорю, что идет экспансия западной культуры, я не имею в виду здесь что-то негативное, что-то плохое. Вполне естественный процесс, да, всегда на всех этапах существования мира какая-то культура, она побеждала. Вот она просто побеждала, и сейчас, на мой взгляд, побеждает западная культура. Что здесь есть плохого, мы поговорим обязательно сегодня. Мы посмотрим закон, там есть моменты, которые, вот откровенно говоря, мне очень не нравятся. Но в целом же, в целом, если говорить о, там, влиянии этого закона, законопроекта пока еще, да, хотя я понимаю, что он станет закон, вряд ли можно оценить его плохо, потому что это стимул, в первую очередь, для каждого из нас изучать английский. Потому что, я знаю по себе, много раз начинал изучать английский, и в какой-то момент ты, вот понимая в целом, что нужно учить, ты не понимаешь для себя, а вот зачем мне конкретно сейчас, на этом этапе жизни его учить. Вот да, что мне это даст, ты не понимаешь. Вот теперь этот законопроект дает четкие ориентиры, четкую мотивацию, а зачем учить этот английский. И что, ну давайте теперь посмотрим этот законопроект, о чем же он, и посмотрим, какие все-таки есть в нем минусы. Итак, переходим к тексту законопроекта. И вот на экране вы видите этот закон, называется он «Про застосувание английской мовы в Украине». Понятно, здесь преамбула, в которой обосновывается, почему мы вообще принимаем этот закон, да, и основная идея, вот это евроатлантический курс Украины, который уже избран, да, и никто с него не будет сворачивать. И дальше, вот сразу хочу успокоить, да, что какой же будет статус английского языка, что не будет ли ущемления государственного языка Украины, да, которым является украинский язык. Так вот мы видим, что здесь статус такой. Английская мова належит до мов международного спелкувания в Украине, и держава сприяя вывчению английской мовы громадянам и Украины. То есть здесь еще никаких, никакого обязательного там изучения английского языка, да, никакого, ну вот вернее так, не изучения, никакого обязательного знания английского языка там в ущерб украинскому языку здесь нет. Идем дальше. Вот для отдельных категорий здесь уже устанавливается обязанность знать английский язык. При этом обязанность знать государственный язык у этих лиц остается, она не снимается. И вот посмотрите, кто это. Первая, госслужащие категории А, то есть, ну, самые топы в государстве, топ-чиновники в государстве, да. Далее, категории Б и В, перелик, яких встановлюется кабинетом министров Украины. То есть здесь мы еще не знаем, то есть, видимо, не для всех представителей госслужбы категории Б и В будет это требование. Далее, смотрите, голів місцевых державных администраций, их перших заступників та заступників. Ну, вот здесь есть у меня некоторые сомнения, потому что вопрос, зачем главе райадминистрации, там, прям английский знать, вопрос. Хотя может ездить и перенимать опыт, да. Далее, військовослужбовцы офицерского склада, которые проходят військовую службу за контрактом. Полицейские среднего и высшего склада национальной полиции. И другие люди, занимающие посады начальницкого склада и других правоохранных органов. Прокуроры. Вот что интересно, прокуроры. Представьте, как сейчас прокуроры напряглись. Особенно те, кто постарше. Вот. Далее, у податковых та митных органах перелик, яких встановлюется Кабинетом Министров Украины. То есть, не все будут обязаны знать в налоговой и на таможне, но будет перечень, который определит Кабмин. И керевники субъектів господарювания державного сектора экономики. Перелик, яких встановлюется Кабинетом Министров Украины. То есть, здесь, кстати, обратите внимание, очень много вопросов отведено на решение, на усмотрение Кабинета Министров Украины. То есть, полного перечня лиц, которым обязательно нужно владеть английским языком, мы еще просто не знаем. Кабмин будет устанавливать. Но круг, примерный круг уже очерчен. Идем дальше. Что, да, кстати, нужно сказать, что вот эти требования, они не применяются, пока в Украине оглашена мобилизация и пока установлен правовой режим военного положения. То есть, пока даже этот закон, если вот сейчас там примут, да, это не значит, что он завтра начнет работать. Пока военное положение, это все не применяется. Что касается требований к уровню английского языка. Требований, если мы вот здесь почитаем, в четвертой статье, еще нет. То есть, требования еще предстоит установить и установить его, кто будет устанавливать? Кабинет Министров Украины. То есть, вот здесь снова Кабмин. То есть, пока еще ничего не понятно, да. Дальше. Уже понятно следующее, что нужно будет сдавать экзамен на знание английского. А где и как ты его будешь сдавать? А вот часть вторая. Испыты на визначение уровня владения английской мовы особами, которые претендуют на занятия посад, зазначенных в частях первой и второй статьи этого закону, организовывают центральный орган выконавчей влады, что реализует державную политику в сферах освиты и науки. То есть, экзамен будет принимать Министерство образования, но организовывать принятие этого экзамена. Обратите внимание, что испыт для громадян Украины е бескоштовным. При этом человек может сдавать этот экзамен неограниченное количество раз, но не чаще, чем раз в 4 месяца. Безусловно, плюсом будет следующее положение статьи 5 этого закона. Вот смотрите, органы державной влады, органы влады Автономной Республики Крым, органы місцевого самоврядувания берут до розгляду официйные документы органов державной влады, органов місцевого самоврядувания и наземных держав, органов международных организаций, складанных английской мовы без вимоги щодо их переклада на державную мову. И вот этот пункт, почему мне понравился, вот эта часть, потому что сейчас многие наши сограждане находятся за границей, они там получают документы и всегда, когда ты приезжаешь сюда, ты должен подтвердить, перевести эти документы и прочее, заплатить за перевод, заплатить нотариусу за заверение этого перевода, что дополнительные расходы. Теперь, когда заработает этот закон, мы сможем, получается, подавать документы в оригинале без перевода. Ну, конечно, мы понимаем, что работать это так хорошо вряд ли будет, но, тем не менее, такое положение есть и оно, безусловно, позитивное. Что же есть интересного в этом законопроекте? Ну, на что можно обратить внимание, да, вот, английская мова в сфере освиты. Вот я обратил внимание на вот эту статью. Почему? Потому что здесь вот есть пункт первый. Забезпечение обовязкового використания английской мовы в освитенном процессе для детей раннего, молодшего и среднего дошкельного века в закладах дошкельной освиты. На что здесь стоит обратить внимание? Обовязковое використание. Вы скажете, ну и что, пусть детки учат. Нет, это не про изучение. Вот если мы говорим о изучении, посмотрите, пункт второй, например. Обовязковое вывчение английской мовы. То есть изучение это одно, а використание. А что такое використание? Это значит, что воспитатели в детском садике должны будут использовать какие-то учебные материалы на английском языке. Должны будут разговаривать с детками на английском языке. Ну, и мы понимаем, к чему это ведет. Вроде бы все нормально, вроде бы все классно. Но еще вот на том этапе, когда ты вообще молодой, когда ты табула раса, да, когда на тебя записать можно все, что угодно, в тебя уже закладывается английский язык. С одной стороны, ничего плохого в этом нет. С другой стороны, безусловно, вот здесь сейчас хочу такой легкий, а может нелегкий троллинг для тех людей, которые любят мне в комментариях писать, чему не державную. Вот что вы скажете по этому поводу? Вы сейчас президенту Украины тоже скажете, чему не державную. Вот. Чему с вашими деточками будут спилкуваться английской умовою? Такой вопрос хороший. Но это исключительно вопрос к тем людям, которые любят писать чему не державную. Которые до сих пор в 21 веке оценивают человека исключительно по тому, на каком языке он говорит. Да, а не по тому, что он делает вообще. Что еще здесь есть интересного? На что обратил внимание? Статья 9. Английская мова у сферы культуры. Вот здесь есть такой классный, классная четвертая статья. Иноземные фильмы, мовою оригиналу, у которых есть английская мова, демонстрируются у киновидовищных закладах мовою оригиналу и с субтитруванием государственной мовы. Друзья, обратите внимание, фильмы будут в кинотеатрах на английском языке с субтитрами на украинском. А чему на державную? Тут уже я начинаю спрашивать. Несмотря на то, что я говорю на русском. Да, но это мой родной язык русский. Всю жизнь на нем разговариваю. Да, кроме тех случаев, когда там закон требует от меня говорить на украинском языке. Ну вот, у меня здесь возникают вопросы, а не наступление ли это все-таки на государственный язык? Ну, что это значит, что фильмы будут уже на английском языке? Плюсом, конечно, плюсом хочу сказать, что вот эта норма, она в полной мере заработает только в 27-м году. То есть, в принципе, эта норма будет там поэтапно внедряться и полностью на 100% фильмов на английском языке мы перейдем только в 27-м году. Да и в целом, если посмотреть этот законопроект, про кинцеве положения почитать, то там вы увидите, что он будет внедряться в жизнь поэтапно. То есть, эта вся история на несколько лет растянется. Ссылочку, кстати, на этот законопроект я оставлю в описании к видео. Вы сможете с ним ознакомиться в полном объеме. В целом же, повторюсь, на мой взгляд, никакой зрады там не произошло. Можно быть спокойным. Это не является каким-то там атакой на державную мову. Да, здесь можно успокоиться. Хотя есть некие моменты, да, вот эти, что там с детьми будут разговаривать на английском языке. То, что фильмы нам теперь в кинотеатре придется смотреть на английском языке. А с другой стороны, может, это как раз будет стимулом для того, чтобы изучить, наконец-то, английский язык на должном уровне. Поэтому, друзья, я считаю, что всем можно успокоиться, да, что это не зрада. Глобальной перемоги в этом тоже не вижу, потому что все, кому нужен был английский язык для развития себя как специалиста, безусловно, уже его знают, выучили самостоятельно и получают соответствующий профит от этого. Что касается, кстати, профита. Ну, помимо того, что вы будете знать английский язык, в этом законе установлена и надбавка в 10% для тех, кто будет знать английский язык на уровне B2. В принципе, вроде бы идея хорошая, но с учетом низкого уровня зарплат, вот эти 10% к зарплате, ну, такой себе стимул, откровенно говоря. То есть, когда ты будешь знать, что изучив английский, ты получишь надбавку там в, не знаю, сколько там, в 1000 гривен, да, ну, в 1400 гривен там среднестатистический человек получит зарплату, надбавку к зарплате. Стимул, как мне кажется, такой себе. Все-таки, наверное, здесь стимулы должны быть более весомыми. Друзья, на этом все. Напомню, что с вами был Олег Лукьянчиков, адвокат, кандидат юридических наук. Желаю вам удачи, благополучия и, конечно же, мира. Ну, и попрошу вас все-таки не сильно там друг друга хейтить в комментариях, потому что вот сразу предупреждаю, что все комментарии, которые направлены на разжигание какой-то национальной розни, межнациональной розни, да, я буду вот затирать вообще без боли в душе, скажем так. Так вот, давайте корректно говорить о тех вопросах, которые нас затрагивают. И так все сложное сейчас в стране, чтобы мы еще друг друга хейтили и развивали вот такой негатив. На этом все. Мира вам. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok